А у меня дома такая игрушка осталась. Да? Да. Эти ёлочные шишки, колокольчики и прочие новогодние игрушки знакомы каждому. У многих сочинцев есть такие раритетные украшения. Но вот по-настоящему окунуться в атмосферу 50-х можно только в галерее «Курортный парк». Здесь не только рассмотреть, но и прикоснуться к истории родного курорта разрешат. Хозяйка арт-пространства Наталья Зинькович многие годы собирала одежду советской эпохи, куклы, фотографии, открытки, книги и, конечно, предметы быта. В результате в галерее появились отдельные комнаты с артефактами прошлого века. В одной из них и установили ретро-ёлку. Возникло такое желание, чтобы дети познакомились с тем, как бабушки, прабабушки встречали Новый год. Это очень интересно. У нас большая коллекция старых игрушек ёлочных и старых открыток. Эта галерея принадлежит рекламному агентству Праймэс. Это всё сделано нашими руками, за наши средства. Это наш такой большой подарок городу и отдыхающим. То есть вспомнить нашу общую историю, какая была страна, как люди жили. Одной ёлкой сотрудники рекламного агентства Праймэс не обошлись. Они регулярно проводят на своей площадке разные проекты и акции. И в канун Нового года подготовили интересную праздничную программу, зрителями которой стали первоклассники 18-й школы, а воспитанники 6-й детской школы искусств сыграли для них необычный спектакль, в котором, как в галерее, соединились эпизоды старинных сказок и современных фэнтези. Мы давно являемся, можно даже сказать, социальными партнёрами галереи, наша школа. И мы участвуем в огромном количестве проектов. Это и фестиваль искусств весенний, и проект «Открытый космос». И вдруг, неожиданно, в этот Новый год нам удалось поучаствовать вот в таком проекте «Старинная ёлка». И дети, здесь у нас и художники, и хореографы, и вокалисты, дети-профессионалы. Спектакль великолепный. И поют, и танцуют, и рассказывают. Завершился новогодний утренник осмотром музея воспоминаний, а ознакомиться с его экспонатами могут все желающие. Галерея «Курортный парк» работает в будни с 10 до 17 часов. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.